ребята хорошего и всем привет да у меня розовые волосы да у меня челка и я всегда считаю что экспериментировать и менять образ это хорошо и это удел смелых людей вот поэтому я прочитал все ваши комментарии по моей новой прическе больше конечно негативных но вы знаете для меня самая главная обратная связь это наверное мои дети и муж дети сказал что я дети сказали что мама как барби а муж сказал что жена помолодела на 10 лет поэтому да я экспериментирую и я этим горжусь и мне абсолютно не стыдно вот и я не скаченко нет есть новости вы об этом знаете мы открыли свой таксопарк с евгением называется он такси хайп и мы приглашаем всех водителей к нам присоединиться подключаем всю россию поэтому ждем вас добро пожаловать в семью будем рады вас видеть также мы вышли на улице и спросили у людей какой таксопарк самый лучший в россии и вот что они ответили такси хайп 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 лучше это говорят наши коллеги водители поэтому рекомендую наш таксо парк ссылочки будут в описании звоните подключайтесь и будем вместе работать но а я выхожу на линию и еду собственно говоря тоже работать не прощаюсь с вами я не успела отъехать даже отъехать не успела и уже новый заказ и я как бы на месте так ладно смотрю что тут у нас надо маску одеть кто меня вызвал а соседи что-ли откройте да здравствуйте бросайте здравствуйте ничего себе я даже отъехать еще не успела и уже заказ пришел вообще-то вас показывала три минуты видите как я быстро так ехать нам 16 минут а у вас нету масочки могу я вас попросить масочку одеть ну вы не переживаете дать за здоровье я не больно ладно хорошо вы не против когда если я буду маски машина ваша а это ваш друг был нет знакомый какой-то я его знаю он на парковке работает да я клиент его а вы его клиент по и вещи которые он находится по моему а я поняла очень хороший мужчина очень приятный он всегда здоровается и очень вежливо и всегда улыбается у нас каждый такой прямо это очень приятно потому что несколько раз даже он помогал мне донести я была с детьми донести пакеты до подъезда я села в машину и включила на линии сразу же прилетел заказ ваш даже отъехать не успела конечно а вы я все равно должен спросить почему именно такси почему на такси это очень самый распространенный вопрос среди пассажиров ну потому что у меня маленькие дети которые ходят в садик и в школу и пока они в садике в школе у меня есть немного времени чтобы подработать мне есть своя машина водительские права я в принципе неплохо вожу и мне нравится почему муж тоже помогает ну что же такси работает то есть это такой график работы ты не привязан то есть у тебя есть время ты вышел поработал тебе нет времени ты отдыхаешь либо делаешь какие-то дела я не отдыхаю в принципе редко значит муж забирает детей нет нет я забираю он работает в четыре раза в пять раз больше чем я то есть на мне все-таки по большей части дети и семья я и готовлю кушать где есть глажу и стираю убираю тела уроки с детьми в общем я современная супер мама когда вы все успеваете у меня тоже трое детей дома всегда чисто кушать всегда готово у нас тоже дома всегда чисто и всегда готова кушать единственное что я не всегда успеваю выглаживать все вещи но я максимально стараюсь но честно скажу что по большей части наверное я большую часть домашних дел делаю вечером когда уже укладываю спа детей я в один день могу приготовить в другой день могу погладить постирать ну я ну как сказать я в постели засыпаю пока жена убирает каждый вечер ну блин вообще домохозяйство это такое это кажется что это просто на самом деле это совсем не просто да да ну вот у меня не трое меня двое но это правда у меня вообще когда они пошли вот часа в школу в садик сентябре у меня первый месяц было ощущение чего-то что я работаю водителем своих детей есть какой-то не мои-то пока мелкие самый старший садик вода то есть остальные совсем крошечки да мальчики девочки у вас у меня старший мальчик потом девочки две девочки да вот я вообще-то родился когда мне было двадцать восемь это в четырнадцатом году ага получается в пятнадцатом году в мае родился сын в шестнадцатом году в октябре дочка семнадцатом двадцать девятого декабря самые младшие то есть ну совсем еще крохотулечки а жене сколько лет ну жена девяносто первого года а ну моложе меня 29 29 мне 34 понятно а вы вот говорите что вы покупаете у него вещи а что вы у него покупаете какие-то проритетные вещи для чего для чего вы их покупаете вы их потом перепродаете или что-то с ними делаете перепродаете а где перепродаете на авито ничего себе я этим занимаюсь как авито открыли в 2008 2009 ну а например что можно вот у него купить то что он находит ну так на скидку пару вещей ну например сломанные микроамокры ага по 500 рублей я их покупаю и вы их чините и перепродаете или вы их сломанные продаете сломанные продают на запчасти что ли кто-то у меня покупает ремонтирует и перепродают у меня есть человек который ремонтирует господи так это круговорот микроволновок вообще в Санкт-Петербурге получается а кроме микроволновок что еще все подряд бывает попадали я же не одного у него беру я по всему городу угу угу я вот купил на варшавском у человека радиодетали 40 килограмм за 4000 угу на юноне здесь продал ну я сюда приехал походил там поговорил с купщиками никто не захотел поехать ко мне домой угу и в итоге один поехал он у меня купил эти радиодетали на 156 тысяч вы за 4 купили за 156 продали нифига себе бизнесмен это было 14 октября офигеть и чего я в такси работаю может тоже такой фигней заняться я же тоже знаю этого человека может я тоже у него буду скупать что-нибудь и продавать просто надо красиво уметь купить и красиво продать обалдеть ну на вар извините в 151 тысячу как бы это такое дело я купил 13 октября продал 14 октября получается за один день за один день заработал 152 тысячи чистыми офигеть он самый прикольный после покупки человека остался куча я говорю забери вот эту кучу за тысячу рублей ага он говорит мне за тысячу даже не нужен показал мне несколько вещей ты их выпаивай если что я куплю угу он говорит тут даже на тысячу рублей нет а плата с одной стороны был закрыт пластикой я значит пластик снимаю а там извините меня дохрена полезных вещей позолоченных я их выпаивал в течении там 15 минут привез сюда к нему же я говорю вот от остатки я их выпаивал да ну нафиг там же их не было видно я говорю закрыто было на пластике и он купил у меня в итоге за 9 тысяч ничего себе а скажите а как вообще вам в голову пришла вот эта идея этим заниматься ну знаете когда я приехал в 2005 году я боялся заходить в магазин купить хлеб я не знал русского языка вообще а вообще не знали ну русского языка не знал но память была хорошая и дороги запоминал ага вообще не знал русского языка вообще тук-тук был ну я хочу сказать что у вас сейчас достаточно хороший чистый русский язык ну вы очень хорошо говорите ну мне пришлось его изучать потому что я должен был хотя бы есть угу заходить в магазин и купить хотя бы хлеб ну что-то поесть я поняла а дальше уже без паники берете одну делаете потом вторую я бывал работал но когда первый раз приехал у меня здесь ни одного знакомого не было ну в 2005 году вообще нерусских было немного угу получилось так что меня учил мент на русский язык угу он работал на сеной на метро он работал угу то есть получается он мне давал 30-50 рублей в день я пошел на сеной купил себе еду поначалу когда вообще не знал русский язык стыдно было месяца 3-4 я только покупал морковь и ел морковь он мне каждый день орал на меня почему ты есть морковь потому что я хлеб не мог не знал русского языка а морковь продавали там не русские я у них купил на своем языке и ел морковь ничего себе сегодня 10 морковь там сварил 3 дня ел то есть у вас такая получается история золушки вы сами себя слепили грубо говоря все приехали у вас не было ни друзей никого вы не знали языка а сейчас вы замутили бизнес которым разбираетесь да и можете за день заработать 152 тысячи рублей ну если поверить блин это офигенно сейчас у меня есть друзья местные я кстати я завтра поеду к нему на ладожский купил у него телефон для себя ага вот этот телефон купил я у него же 20 октября а 9 самсунг я у него взял за у него стоит хотел этот телефон он продать за 13 и я купил за 14 в кредит ага я уже эти деньги отдал у меня сейчас деньги есть да и завтра поеду купить у него же за 20 тысяч айфон 10 блин здорово а скажите вот вы в 2005 году сюда приехали а вы с женой уже здесь познакомились или вы вместе приехали не я здесь здесь познакомились да то есть и вот вы освоились познакомились с женой сейчас неплохо зарабатываете у вас трое детей да офигеть вы мой герой правда я вот как познакомился с женой я комнату снимал угу в квартире где жили дворники там была 4 комнатная квартира и одну комнату я снял снимал тогда угу и у жены отца посадили за хулиганство так и они остались ну и вы решили помогать нет жену у жены здесь тетя она позвала с родины обещала горы золото там найти работу в итоге она не смогла найти нигде никакую работу устроила жену мою дворником на работу сама убежала испарилась просто угу я такой я же там в этой квартире живу ну представьте себе появилась красавица угу куда ни возьмись я такой наблюдательный и холостой я кушать себе готовлю говорю угощайся а она говорит нет спасибо первый день проходит второй день третий четвертый я ни разу не видел чтобы она что-то ела да потом потом ну у меня тогда было айфон 4 и она говорит можно там посмотреть сериальчик с твоего телефона угу да пожалуйста посмотри у нас же женится на девственнице ага познакомились я говорю ну что давай и она говорит нет я в девственнице ну в итоге я проверил и и жениться вас ну это не мужское дело ну вас положено так я так понимаю да то есть вы проверили удостоверились и поженились да я мог бы ее бросать но это не красиво и непорядочное конечно я женился вот как я женился я с ней женой был знаком три дня на четвертый день я женился и и теперь вы вместе смотрите сериалы и воспитываете детей да как я женился моя жена нигде не работала только сидела и вот на четвертый день женился на пятый день снимал отдельную комнату мы переехали сразу же жена до сих пор дома как здорово воспитывает детей у нее есть посудомойка пылесос пылесос у меня куплены у дворников робот пылесосов их три штуки по дому везде ходят они умирают как зарядка кончится они сами приходят только станцию заряжают сами они умирают здорово как слушайте здорово вы вообще большой молодец вот реально это такая история золушки ну в хорошем плане знаете это почему так потому что в детстве у меня был пистолет игрушечный его у меня украли когда я сказал отцу купи мне пистолет он сказал я тебе уже однажды купил и больше не буду купать он мог бы купить да мне игрушки он хорошо зарабатывал ага он не купил мне он сказал делай сам все хочешь я смастерил там деревяшек играл это здорово у меня не было на самом деле мне кажется что вот кто хочет жить да выживать строить семью жить хорошо тот вот все для этого делает вот вы прям большой пример ну у нас есть пословица бог говорит хочешь что-то шевелись я тебе это хотенье твою дам ничего себе блин просто надо шевелиться да конечно сидеть дома и желать там что-то вряд ли получится вы меня прям вообще очень удивили правда моя первая сегодняшняя поездка и такой очень положительный заряд энергии и каких-то очень хороших вещей это классно вот я помимо этого сам в форме дворника катаюсь на велосипеде собираю из помойки сам тоже это же чистые деньги да вот сегодня в 3 часа ночью я домой зашел поспал до 7 проснулся поехал на комендантскую оттуда забрал два компьютера ноутбука привез домой поел и поехал туда к вам к вашему другу а вы давно дружите с нашим вот этим вот а как его зовут я кстати не знаю даже как его зовут худойер худойер да очень хороший прям такой я с ним знаком несколько месяцев когда я у него первый раз покупал вещи ну для меня я покупал очень дешево но он охренел да да ну он такой он правда очень приятный у каждого есть жадность вот для меня я покупал за копейки я очень к этому рад но он офигел от такой тени блин почему у меня заказы не принимаются как вы думаете я его принимаю а он не хочет что ну иногда телефон надо почистить да спросят настройки там эй все зависло и адрес вас разбился тоже алло да я знаю адрес его дождик начался я сегодня так похолодала вот когда этот мент отвез меня к себе через полгода где то я полгода жил в метро в обезьяннике ночью Работу вообще не смог найти По-русски вообще не алё И он отвёз к себе Показал мне руками, что делать Но я понял, что ему надо Ванную и кухню ремонтировать Я отремонтировал Он мне дал 4 тысячи рублей До сюда? Резкая барышня Он мне 4 тысячи рублей дал тогда Я вообще охренел Первый раз в жизни столько денег Налево А показывают направо А ну не на лево Нет, направо Так что Так что короче Хочешь жить, умеет вертеться Ну вы прям яркий пример Я Вам может Сказка показаться Я в день сплю 4-5 часов А я так же В принципе сплю честно Вы потому что Имеете детей Я тоже имею Я мог спать Так Может здесь Вот здесь Что сегодня Почему мне не принимать заказы Что такое Слодневость А вы просто перезагрузите телефон Выключайте интернет И перезагрузите Сейчас Так Завершить Оплата карты у вас Да 295 рублей Заказ оплачен картой А вам чаймы сразу пройдет? Я думаю, что да А ну-ка завершите поездку Или уже завершили Все, завершила Но они придут попозже чуть-чуть Вот Мне не надо было Парнись Уходиться Нормально То, что подозвон подойдет Да? Видите Ладно, удачи вам Спасибо вам большое Конечно Всего доброго До свидания Хорошо Ребят, ну это что-то невероятное На самом деле Ну правда история Золушки Я повторюсь Наверное третий раз Но я очень уважаю Этого человека Потому что Вот он как Захотел построить свою жизнь Вот так ее и построил Сейчас он мне показал Всякие схемы Которые он купил Нашего дворника О, еще заказ Так, я приму тебя Наконец уже или нет? Вот что сегодня с приложением? Кто-нибудь не объяснит? Ааа Я нажимаю принять А он не принимает Ну что такое? Что тут происходит? Ну давай Короче, надо выйти Наверное Еще раз перезагрузить все Так, готово Ну что? Что готово-то? Короче таксометр Короче таксометр Сегодня просто Просто мочит Да, сколько я пропустила Заказов по дороге? Три? О, принялся Три минуты подачи Все, отлично Едем Что я говорила? Короче, человек Просто заслуживает Заслуживает Очень большого уважения Я обожаю людей Которые не В трудных ситуациях Жизненных Не падают Да, а что-то делают Что-то делают И, пожалуйста Человек за 4 дня Женился У него трое детей Это вообще Просто классно Я прям довольна Первым заказом Сегодня И такой прям Не совсем коротыш Не совсем длинный И приятная беседа Да Это круто Едем на следующий заказ Субтитры сделал DimaTorzok